Немножко поговорили, Гок-реплейчику, тут тем более битва двух Якадзуна, Зена и Ефируга, в общем, молодцы, ТРПР, 8 дыр. Посмотрим, что как. Ну, говорят, что главный плюс Троу, что там сейчас бабосы можно... Там сейчас бабосы можно как-то выводить или что-то типа того. Есть такие разговоры. Я сейчас думаю еще делать с картами, потому что карта Мир меня как-то не особо прилещает. А я выпал в осадок вот с чего. То есть, ну, моя карта работает... Блин, подождите, я сейчас даже посмотрю. Я что-то забыл, до какого у меня работает моя карта. Сейчас. Я на секунду отбегу. Чисто ради интереса. Вот черт, моя карта заканчивается в сентябре. Это довольно скоро. Так вот, я почитал про UnionPay, про которую сейчас все хайпят и говорят, что UnionPay очень удобная штука, ТРПР, 8 дыр. А потом почитал, во-первых, сначала о людей, которые реально ее используют. И там отзывы были не очень хорошие. А во-вторых, посмотрел, как в банке Санкт-Петербург сначала оформление карты UnionPay было бесплатное. А в год, по-моему, просили стандартное 750 рублей обслуживание. А потом оформление стало стоить 10 тысяч внезапно. Буквально заднее-то поменялось. А обслуживание годовое в 5 тысяч рублей. Потом это же, по-моему, сделали в Альфе и еще где-то. И объяснили везде, что это от наплыва людей, которые вот хотят ТРПР. Я просто привык к Безналу и думал, к какому Безналу теперь идти. Но, видимо, выбора особо не будет. Ну что, пока как-то не очень весно друг друга ломают. Вот. Привет, Спайдер. Привет, Вагон. Привет, Коба. Привет, Овердрайв Мэн. Привет, Морда. Ну вот. Ну, посмотрим, что будет с Юнион Пэем. Как я понял, он все-таки не так хорош в покупках за границей. Ну, правда, как бы, не то чтобы они сильно нужны. И еще там в некоторые фишки. Поздравляю тебя, Дроу. Очень приятный минус. Это минус на... Ну, не уверен, что прямо еще на победку, но это хороший минус. Облегчающий жизнь. Сейчас, правда, будет некоторая доля ответочки. Ну вот. Первая опасная. Ух ты. Ладно. Ну, ПО колоколы, это как бы то, что нужно. Корова опять подвела в самый ненужный момент. Ну, что-то такое все, конечно, это. Блиц немножко так себе. Погода, конечно, не позволяет Ефирюге как-то весело мяч продвигать. Ну, вот да, он вспомнил о том, что там вообще-то силовой козлик через Блиц будет давать Изи Дайсы. Ну, здравствуй, мистер Нао. Смотри. А поводу, где лучше смотреть? Во-первых, сразу, на Твич не подписывайтесь за бабки. Теперь это... Ну, они поумирали, Спайдер. Теперь это бессмысленно. То есть, совершенно не ясно, когда на Твиче вновь я смогу выводить свои деньги. В данный момент твичовская подписка, в общем, она... Ну, хотите смайлик-картинку, ну, можете там потратить на это деньги. Ну, вот. За подписки на Гудгейме я, конечно, буду получать деньги. И за донаты на Гудгейме. Донаты, которые с... Донейшн Алёртс пока тоже работают. Вроде никаких проблем не планируется. По крайней мере, они сто раз написали, что всё в порядке. Вот. Вот я добавил китайскую платформу Трова. Пока не очень выкупил её прикол. Но, в общем, если интересно, вы можете потестить её. Но хреново знает, как это будет работать. Как сходил вчера? Ну, я бы тебе рассказал подробно. Ну, во-первых, правила Гудгейма запрещают говорить о политике. А во-вторых, мой рассказ будет ультра-невесёлый. И могу только сказать, что мои взгляды на жизнь очень сильно изменились в радикальную сторону. Вот так я бы сказал. Поэтому, чтобы не задевать политику, я бы вспомнил бы старую шутку из мультика «Академия монстров». Вот. Или как она... Нет, не «Академия монстров». Ну, короче, первый из серии. Когда девочка входит в город в этот их... Вот. И журналист по их монстров телевидению говорит. Не надо волноваться, не надо беспокоиться, надо... бежать вот это вот ну я не хочу высказывать вслух дро у нас сейчас как бы в этом плане вообще лучше свои мысли держать при себе не байтите меня на очередной бан на гудгейме корпорация монстров точно здравствуй брать не байтите меня на новые на новые что это за дочь что до двигание меча лол фу-фу-фу я подумаю дроу не знаю есть ли в этом смысл вопрос сложен могу сказать что у меня в принципе позитив кончился вот так я бы наверно выразил сейчас будет больный блиц конечно но тут сам эфирюга немножко привез справедливое наказание здравствуй никотин это ты говоришь о своем сексуальном неудовлетворении или о чем-то другом скатер кстати играбельный если бы еще и не пробой но на гол конечно не сильно похоже как-то 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 там тоскливый смешно спайдер смешно ну коровка наконец-то сделала что-то полезное другой вопрос что поздновато она это сделала ну и как неприятно да я думаю на самом деле много чему можно никотин честно говоря в наше время я думал список практически бесконечный ну ладно никотин а честно друг друга подняли что-то шута и фирюга кончился от слова совсем как у тебя ощущение брайт от игры с дионисианом мне понравился матч очень интересно получилось хотя конечно оба меча которые забил дионисиан были ну не то чтобы диковаты но не очень вероятно я бы наверно так использовал мысль я честно говоря не очень понял почему он не попытался ударить рогами с блитца это же по-моему был не блиц да то есть рога с блитца дали бы плюс один на силу ну окей наверно ефирюга просто поплыли ну скажем так мне в целом больше больше понравилась твоя игра брает но весь матч конечно дионисиан прокидывал все вот единственный раз когда ты прям хорошо да и саду если можно так выразиться это мак вот момент с марком это пожалуй единственный момент где прям чувствовалось что завезло я бы так это определил не могу сказать что был супер завоз но он был определенно крайне приятный правда потом конечно залетела то что залетела честно говоря похоже что ефирюга как бы это будет коротко сушки софт консит я предрекаю то есть я думаю что через два ходика будет софт консит если ефирюга пошевелятся посмотрим он 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 Ну, слушайте, удаление, конечно, Как бы Вроде Получилось приятно В общем, чё греха таить Коровка, конечно, будет играть Наверное, с этим сетапом Но, в общем, это было больно Я понимаю, я понимаю, Брайт Хорошо, что в доп-время Всё сложилось Более-менее хорошо Ну да, только не Клавсой А Фалами, но какая разница В принципе Пусть друг друга убивают Мы все Абсолютно не против Ну чё, осталось сдать один минус Для софт-консидер Такие матчики Не очень интересные и весёлые Я имею ввиду С точки зрения там Тактики И так далее Спасибо, Дримзу Фалуу На Потрясающем новом источнике Здравствуй Привет, Ситар Привет, Арчер Как твоё житие Бытие, Арчер И с чуть более Отвлечённой темой Как складываются Твои дела С поисками Кронштадта Как ты сделал такой вывод, Арчер Что тебе повезёт Ну, слушай С доджима ДТ Так-то было довольно вероятно Нет? Ну, я имею ввиду Что это Это был острый момент Который, конечно Определял игру Ну, до того Как твой Оп Кинул в антёр Естественно Но я бы не назвал бы Его Прям Каким-то Чудовищно Сложным Что-ли То есть Я понимаю Что этот бросок Мог поруиниться Но в целом Не сказать Что он был Очень сложный А, ну Окей Арчер Окей Здравствуй Муадин Ну, в общем Хороший Мясной Матч Тру Софт Консид Броня 31 Травма 47 Потеря 37 А доджи-то Какие классные В общем Полный адоку Эфирюги На кубах А, ну Да Ну, хаус Стопроцентная Травма Бывает Травма